МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 августа Православная Церковь празднует обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Оно произошло в 1903 году, спустя 70 лет после смерти одного из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви. В этот день в присутствии императора Николая II его семьи чудотворца канонизировали. Преподобный Серафим Саровский родился в городе Курске. Мальчиком он по неосторожности упал с колокольни храма, но остался невредим. Тяжело болел, но получил исцеление. В юности Серафим окончательно решил оставить мир и уйти в монашество. Два года он подвязался в Саровско-Успенской пустыне. После этого преподобный взял на себя подвиг пустыножительства и срубил себе келью на реке Саровке. Здесь он встречал каждого пришедшего как друга, принимал людей с их скорбями и радостями. Роль преподобного Серафима поныне является сходной с ролью преподобного Сергия, который, будучи, как про него поется в одной стихире, пустыню как град соделал. То есть ушел в пустынное место, но это пустынное место расцвел как плодоносный сад. Святой молился на камне тысячу дней и ночей, брал на себя подвиг безмолвия, беззлобно прощал разбойников. По сей день Серафим Саровский почитается людьми как любимый святой не только в России, но и за границей. Батюшка преподобный Серафим близок вообще всем в мире, потому что, с одной стороны, он сильный духом, но его сила прежде всего в его служении людям и в строгости по отношению к себе, и в то же время доброта и такое нищелюбие. 1 августа православный мир празднует обретение мощей преподобного Серафима Саровского, который находится в Дивееве, четвертом уделе Божьей Матери. В эти дни в храмах и монастырях по всей России совершается праздничная служба, а мужчины, носящие имя преподобного, отмечают свои именины. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Теперь россияне, которые не поставили прививку и не болели коронавирусом, могут сдать ПЦР-тест после возвращения за границей в течение четырех дней. Новое постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ уже вступил в силу. Россияне при возвращении за границей должны будут разместить на портале Госуслуг результаты теста на коронавирус в течение четырех дней после прибытия. Ранее на это давали три дня. До получения результата ПЦР-теста, как и прежде, необходимо соблюдать самоизоляцию. Между тем, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала на Ближнем Востоке и в Северной Африке четвертую волну коронавируса, сообщает Интерфакс. Большинство новых случаев и госпитализированных пациентов относятся к невакцинированным людям. Сейчас мы находимся в четвертой волне COVID-19 в регионе, рассказал глава Бюро ВОЗ в Восточном Средиземноморье. По его словам, в этом регионе чаще всего регистрируется заболеваемость коронавирусом штамма «Дельта». Случаи заболевания этим штаммом отмечаются в 15 странах Ближневосточного и Североафриканского региона от Марокко до Пакистана. Циркуляция варианта «Дельта» способствует росту количества случаев COVID-19 и летальных исходов во всех новых странах региона Восточного Средиземноморья ВОЗ, указанном в заявлении Бюро. За последний месяц заболеваемость увеличилась на 55%, а смертность на 15%. Ранее четвертой волне объявили в Финляндии. Суд запретил работу платежного сервиса Samsung Pay в России. Если решение не обжалуют, то запрет вступит в силу через 30 дней. Причина – патентные претензии от швейцарской компании. Эксперты говорят, что под запрет также могут попасть Apple Pay и Google Pay. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На нашем канале есть рубрика «Городской дозор», где граждане рассказывают о проблемах в сфере ЖКХ. Если у вас не получается добиться ответа от чиновника, звоните по телефону 37200. Наши журналисты разбираются, почему вовремя не возят мусор, выясняют, когда будут чинить протекающую крышу, запрашивают комментарии у представителей администрации и управляющих компаний. Главное условие – вы должны быть готовы рассказать о своей проблеме на камеру. Вместе мы сможем найти решение. В Сырой продолжается подготовка к чемпионату России по лыжероллерам. Соревнования состоятся со 2 по 8 августа. К участию в них заявились более 40 команд. Гонки традиционно пройдут на лыжной базе 3 и 4 августа, а также на проспекте Музруково. 6, 7 и 8 августа будет дан старт индивидуальному и командному спринту, а также масс-старту. Уже много лет в пожарной части на проспекте Музруково работает уникальная выставка макетов техники, которые используют при тушении огня. До пандемии сюда приводили на экскурсию школьников. Ребята с увлечением рассматривали экспонаты и знакомились с историей становления МЧС России. В эпоху коронавируса посещение пожарной части запрещено, и мы решили показать детям коллекцию с экранов телевизоров. Вертолеты, самолеты, автоцисцерны, автолестницы, автомобили газово-дымозащитной службы, коленчатые подъемники. Все это можно увидеть на уникальной выставке моделей пожарной техники, которая находится в специальной пожарно-спасательной части номер 1. Идею создания коллекции подал майор внутренней службы Игорь Смоляков. Сейчас майор находится на заслуженном отдыхе, а коллекция постепенно продолжает пополняться новыми экземплярами. Начиналось все с пожарной церны, которая производилась у нас в Советском Союзе, а именно в 1978 году. И именно она дала толчок тому, что сейчас в этой коллекции стоят не только советские автомобили и российские автомобили, но и производство зарубежного производителя. В данный момент коллекция насчитывает 63 модели. Все они уникальны. Многие экземпляры не найти даже в музеях. Каждая миниатюра соответствует реальному портативу пожарной техники. Модели соответствуют на 100% в реалии. Единственное, что уменьшенный масштаб, и это показывает реальные возможности подразделения пожарной охраны. Все экскурсии начинаются именно с этой выставки. По словам работников пожарно-спасательной части номер 1, модели вызывают неподдельный интерес не только у маленьких посетителей, но и у взрослых. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. 31 июля свой день рождения отмечает один из самых известных книжных персонажей мира – Гарри Поттер. Мальчику, который выжил, исполняется 41 год. Первая книга о нем увидела свет в 1997 году и сразу же завоевала популярность во многих странах. Сегодня армия поклонников волшебника насчитывает миллионы человек. 31 июля Поттеромана отмечают день рождения мальчика, который выжил. Герой самой популярной и издаваемой книги планеты. В далеких 90-х годах Гарри Поттер начал завоевывать сердца детей всего мира. И хотя сегодня наш герой – уже взрослый состоявшийся мужчина, в этом году ему исполняется 41 год, для ребят он остается их ровесником. Мальчики и девочки растут вместе с волшебником, читая книги о его приключениях, учатся дружить, любить и сострадать, не отчаиваться и не сдаваться перед трудностями. Вообще Гарри Поттер – это мальчик, который переживал множество ситуаций вместе со своими друзьями, ошибался, он был не совсем идеальный. Но именно то, что у него была вот эта вот сила характера, он переживал смерть близких людей, но потом все же поднимался и побеждал. Заядлые Поттероманы знают множество интересных деталей и фишек книги. Например, такую фамилию герой носит потому, что по соседству с Роулинг жила семья Поттеров, и будущему автору безумно нравилось, как это звучит. Игру в квиддич писательница придумала раньше, чем саму историю о мальчике-волшебнике. А у некоторых героев есть прототипы в реальной жизни. Роулинг признается, что Гермиона, она писала себя. Именно она была в детстве вот такой же копией Гермиона по характеру, по складу характера. Но самого Гарри Поттера она, безусловно, очень сильно любит, потому что даже день рождения Гарри Поттера, 31 июля, совпадает с днем рождения его мамы Джон Роулинг. И хотя эта книга, несомненно, в первую очередь детская, интересные детали в ней находят и взрослые. Многие, прочитав Гарри Поттера в детстве, спустя годы возвращаются к нему, чтобы взглянуть на историю уже совсем другими глазами и найти в ней тайные смыслы. Грамотные, образованные, взрослые легко считают множество подтекстов в этой книге. У Джоан Роулинг есть множество отсылок к античности, к средневековью и к истории и к культуре, к алхимии, к астрономии, к различным другим наукам. Есть в Гарри Поттере отсылки к классической английской литературе, например, к Холивер Твисту Чарльза Диккенса. Оба главных героя потеряли родителей, у них было тяжелое детство. Книгу серьезно изучают литература веды, некоторые сравнивают ее с Евангелием. Ну, надо отметить, что здесь нет ничего такого криминального, страшного, потому что рассматривается именно с точки зрения литературного текста. Построение Евангелия и построение книги о Гарри Поттере, потому что очень много совпадающих вот таких вещей. Ну, вот, к примеру, то есть это относится к жанру трикстерских романов, Гарри Поттер, в то же время Евангелие, кстати, тоже бестселлер мировой Евангелие, тоже книга очень знаменитая. К дню рождения Гарри Поттера в библиотеке имени Пушкина открылась небольшая выставка, на которой можно узнать об интересных фактах из мира Джоан Роулинг и, конечно, взять почитать книги о знаменитом «Мальчике-волшебнике» для лет старше шести лет. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Ситуация с зачислением первоклассников в школы находится под контролем Министерства образования Нижегородской области. Об этом заявила глава ведомства Ольга Петрова. До начала нового учебного года остается чуть больше месяца. Не все родители будущих первоклассников успели заранее определиться с выбором школы. Поэтому именно сейчас возникает много вопросов, связанных с зачислением детей в ту или иную школу. Бывают ситуации, когда образовательная организация отказывает в приеме ребенка, поскольку класс уже полностью укомплектованный, отметила Ольга Петрова. В региональном министерстве образования напомнили, если родители отправили заявление в период с 1 апреля по 30 июня на закрепленной территории, но количество льготников или ранее поданных заявлений превысило количество свободных мест, поэтому ребенка отказали в зачислении, необходимо обратиться в муниципальный орган управления образования. Специалисты внимательно подойдут к решению вопроса об устройстве ребенка в другую школу. С учетом транспортной доступности от места жительства. Подробная информация о приеме детей на обучение в первый класс размещена на официальном сайте регионального министерства образования, науки и молодежной политики. В сорой порог школы в этом году впервые переступит более тысячи первоклассников. 31 июля – День беспородной собаки. Дворняги, безусловно, заслуживают внимания и признания не меньше, чем чистокровные хаски или овчарки. Это симбиоз всех пород, существующих на земле. Беспородные собаки взяли себе все самые лучшие качества, которые есть у их породистых сородичей. День дворняжки отмечают с 2005 года. Этот праздник придумал зоозащитник Колин Пейдж. Другое его название – Национальный день собаки смешанной породы. Эти существа верны своему хозяину до последнего, хотя зачастую мы, люди, не заслуживаем их безусловной любви. Собака Дина, например, испытала за свою недолгую жизнь горечь предательства. Вместе с девятью новорожденными щенками ее выкинули на остановке в Сатисе. Мы видели пост в Сатисе, на остановке собака родила щенят. И вот мы решили съездить, посмотреть, так ли оно было дело. Дело было очень… вечером шел дождь, было очень холодно, грязно. И Дина лежала на остановке. Станислав и Анна не смогли оставить собачье семейство и забрали всех домой в Саров, чтобы постараться пристроить. Щенков быстро раздали, а Дина все еще ждет свою семью. Собака оказалась очень умной и ласковой. Очень игручая, знаете, команда собак явно была… раньше это домашняя, то, что видно, что к квартире привыкла, видно, что на квартире она сейчас как дома. Собака живет на передержке у своих спасителей. Содержать ее помогают волонтеры приемника для безнадзорных животных. Вместе с Диной на их попечении находятся еще около 20 собак. Ситуация вокруг приемника вызывает опасения добровольцев. Его передают к Стовскому госветуправлению. И хотя новые владельцы заверяют, что животных никто выгонять не будет, червячок сомнений остается. Поэтому волонтеры усиленно ищут своим подопечным хозяев. Обо всех животных приемника мы рассказываем в рубрике «Ищу хозяина». По вопросам, связанным с пристройством Дины и других животных, обращайтесь к волонтерам. Все телефоны есть в группе ВКонтакте. Екатерина Пенова, Андрей Махмутов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Центр внешкольной работы продолжает проект «Дворовая практика». Педагоги-активисты ЦВР предлагают ребятам в дни школьных каникул разнообразные развлечения, игры, конкурсы, спортивные состязания. Например, на стадионе школы номер 16 организовали турнир по стритболу. Подробности далее. Голевые передачи и точные броски Максима Семочкина помогли его команде заработать драгоценные очки на дворовом турнире по стритболу. Юноша занимается в секции баскетбола, а на площадку приходит, чтобы отточить навыки и пообщаться с друзьями. По словам Максима, формат игр отличается, но при этом каждая из них требует точности и внимательности. Обе игры сложные. В стритболе меньше пространства, нужно играть в пас аккуратно. В баскетболе больше бегать приходится и больше игроков на поле. Илья Бычков часто приходит на спортивную площадку, чтобы поиграть в футбол или баскетбол. По словам юноши, всем броскам и правилам он учился самостоятельно, а сейчас старается принять какие-то игровые приемы у соперников и товарищей по команде. В дворовом турнире по стритболу он участвовал впервые и считает, что это интересная игра, которая требует хорошей физической подготовки. В стритболе сложнее то, что бегать больше нужно. Тут меньше места, нужно быть техничнее. На спортивной площадке каждый может найти себе занятие по душе, а педагоги помогают ребятам в организации различных конкурсов и состязаний. Самое главное, по словам организаторов, что ребята приобщаются к спорту, находят новых друзей и учатся чему-то новому. Кто любит спорт, все приходят заниматься не именно баскетболом, волейболом, футболом, а разносторонним. То есть, заходите в волейбол, значит, все время волейбол. Заходите в футбол, значит, будет футбол. Педагоги и аниматоры ЦВР ждут на спортивных площадках Сарова всех желающих весело и с пользой провести свой досуг. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работали Катерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!